всем всем доброе утро с вами наша программа открывашка на волне 101 и 0 fm сегодня с нами миша летун и софья занько а также с нами наш коллега владимир сметанин доброе утро всем ребята доброе утро как настроение неплохо несмотря на то что хорватия вчера не проиграла в матче да да мы все болели были слышны крики было и радостно и грустно но все-таки к сожалению мы проиграли но все-таки можем дать какую оценку нашей нашей сборной нашей игре понравилось в целом я как раз тоже на стороне тех что наши как раз таки молодцы хорошо себя показали да ведь миша так бегали просто отлично и сегодня у нас тоже спортивная тема сегодня с нами гости из ледникового периода дети зоя пистова за и скажи привет привет всем и ее ну как вы можете назвать партнер партнер до дима симонов всем привет привет дима привет зоя вас слушатели тоже наш приветствует также у нас еще сегодня сергей пистов это папа зои доброе утро для поддержки так сказать да но у нас сегодня два два именинника это дима симонов и отец зои сергей пистов и в честь этого диме мы дарим прекрасный подарок рисуй светом дим получай ура спасибо сразу начнем с праздника такого что получит папа зои а сегодня у нас детская программа и к сожалению папа зои ничего не получит но он получит удовольствие от общения с нами и может что-нибудь от своих детях новое узнает я не знаю может что-нибудь скрывают ну что ж как настроение хорошее но ваше мнение тоже о футболе хотелось бы спросить дима ты болельщик футбольный ну я да смотрел чуромат я очень болел за наших болел молодец дома у телевизора да но я на дачу смотрю а ну все равно дома дома у телевизора а что скажет сергей болели да мы болели мы вместе зоей и с нашим сыном федей в метрограде на фан-зоне и в присутствии наверно 300 400 человек смотрели обнявшись за этим зрелищем было замечательно скажите как живые ощущения ну потрясающе несмотря на то что наши проиграли самый последний момент буквально чуть-чуть не хватило все расходились с приподнятым настроением с оптимизмом с каким-то незабываемыми эмоциями от получено но ничего да миша что-то хотел только построили фан-зону и уже наши перестали играть ну в целом тому я повторяюсь да наверно все таки молодцами можно признать до наших спортсменов ну ладно хорошо не будем долго на этом останавливаться просто мы же всегда верим и надеемся что наши спортсмены будут добиваться больших больших высот и вот мы в данной передаче будем со спортсменами надеяться на то что однажды дима и зоя возможно выйдут вернее взойдут на самый высокий пьедестал тех же олимпийских игр или чемпионата мира ну естественно по фигурному катанию да так что мы надеемся на вас да они уже участвовали в одной программе даже больше я думаю да расскажите как участвовали ну почему пришли как выбрали может какие то есть впечатления вообще-то имеешь ввиду занятие спортом занятие фигурным катанием занятие фигурным катанием не стесняйтесь разговаривайте зои пожалуйста ну наверное нужно начать с того сколько все таки ребятам лет да сколько вам лет представьте под 9 10 всего не исполнилось да понятно так вот скажите мне это наверное такой большой стресс каждый день в тренировке выходить на лед вот скажите как вы себя чувствуете после этого ну есть немного немного усталости но в целом все хорошо нравится чем занимаетесь да а в каком возрасте зоя ты вот если мы говорим о тебе пришла именно фигурное катание первая встреча была с кем с тренером со льдом какие-то эмоции испытала можно поподробно в четыре года я начала заниматься и первым тренер можно озвучивать конечно когда светлана николаевна с чего вообще начинается вот занятие тренировки по фигурному катанию какие какие элементы чему учится в первую очередь фигурист скольжению есть разные задания чтобы ну лучше скользили по льду а потом когда уже все хорошо получается более сложные элементы начинаем тренировать понятно а что твое любимое ну вот что ты делаешь с таким пониманием и чувством что тебе нравится прям вот выходишь и можешь сделать это даже закрытыми глазами наверное это шаги между элементами не сами не сами элементы чтобы набрать скорость да можно так сказать а можно выяснить принципиальный момент вообще вот перед тем как заниматься фигурным катанием на коньках кататься надо уметь вообще стоять на них да надо вот дима подсказывает дима такой да точно я всегда думал что если отдают ребенка фигурное катание то его там собственно первую очередь и научат кататься нет оказывается не так но сначала нужно нужно все-таки освоить да коньки так получается что вы в четыре года пришли фигурное катание на коньки на коньки то когда вы в первый раз вообще встали я уже не помню в том возрасте воспоминания не сохранились да сергей вот у меня к вам вопрос вот так тихо сидите мне хочется спросить да вот смотрите как вы отправили своего ребенка не боялись что она там упадет или я не знаю не сможет стать что скажет что ей не нравится или тренер не будет хорошей вот объясните свои переживания чувства ну я хочу немножко рассказать что зоя как раз пришла в четыре года абсолютно не умевшую кататься и первое время она по льду просто на коленках ползала потому что стоять она на коньках абсолютно не могла наверное это продолжалось может быть два-три месяца потом стало более уверенно и конечно боязнь вначале было а потом все улетучилось и пошли мы в коньки заниматься потому что пошла старшая сестра и мы за компанию вот старшая сестра уже не занимается мы продолжаем хорошо младше получилось интересная история вишь хочет а ты во сколько стал на коньки с четыре года тоже да получается вот вы партнеры сейчас да партнера партнерш ну понятно хорошо скажите подробнее да вот скажите мне когда вы стали ну выступать вместе заниматься может быть я четыре года занималась единочным и только год мы катаемся в парном катании получается ты с четырех до восьми лет была одиночница как это важно вопрос это вот трудно вместе или легче по отдельности или вместе все таки но по отдельности все таки немножко легче потому что надеешься на себя ощущение вот мне тоже во время проектных работ легче на себя надеяться чем на других я посмотрела несколько ваших шоу вы конечно прекрасно да несколько номеров вы прекрасно вместе слаженно работаете потому что ну вот видно прямо и вот вопрос вы выходили какой у вас был первый номер на ледниковом периоде потому что я смотрела смотрела частично вот можете рассказать немножечко ну первый номер это была наша произвольная программа это нам его поставили наш тренер а вторая программа нам поставили ее уже наставники в этом шоу а что вот в чем разница я видимо не понимаю наставники тренера что когда запутано все но разницы так то нету просто ну можно я предположу номер который ставит тренер мы имеем ввиду кировского тренинга да которая с вами здесь работает все таки номер он в первую очередь ориентирован на выступление в какое в какой-то спортивной программе то есть да на соревнованиях а шоу чем отличается там должно быть каких-то зрелищных элементов да чтобы публика восхищалась в шоу можно разные предметы дополнительно использовать в программе ну уже где на соревнованиях нельзя ну разные дополнительные то есть там четко вот ты выполняешь это ты выполняешь это все пошли понятно слушайте мы тут собрались не только чтобы беседовать но чтобы задавать вопросы и вот сегодня да кто хочет задать первый вопрос вопрос прозвучит а потом мы вернее чем миша с сони озвучит призы какие прыжки существуют фигурном катании вы слышали вопрос какие прыжки существуют в фигурном катании напоминаем наш номер 211 101 давайте упростим задания хотя бы одно название вот это специфическая прыжка фигурном катании назвать будет хорошо если знаете несколько прозвучит но за один правильный ответ мы уже готовы вручить приз а какие призы сейчас озвучим начнем наверное с энциклопедии книг энциклопедия города россии энциклопедия мотоциклы энциклопедия горы и полярные регионы эдуард веркин настоящее приключение остров последнего злодея александр раскин как папа был маленьким крис коламбус битва чудовищ совиный волк фукусима или история собачьей дружбы также у нас есть такой большой приз звездное небо парад планет наклейки светящиеся в темноте а приглашение озвучит мой коллега миша пожалуйста а приглашение у нас сегодня такие приглашение на двоих в театр кукол на спектакль за золотой ключик с праздничным мероприятием 15 июля в 11.00 также у нас есть приглашение на двоих кота кафе зоки а еще у нас есть приглашение на двоих кинотеатр смены на двоих ну и принимаем звонок видимо у нас есть звонок миш ты примешь давайте алло алло привет как тебе зовут меня зовут полина сколько тебе лет мне 10 где ты учишься школе 18 и ответ на вопрос тут мы у вас холодно вы сказали слова тулуп подключайтесь потому что вы то не знаем есть такой прыжок да есть вовсе аксель аксель тоже есть ты молодец еще как его есть флипп луц риттбергер сальхов сальхов так прозвучало сальхов получается всего шесть названий тулуп аксель и вот четыре названия шесть ну что ты молодец и мы слышали что тебе кто-то там подсказывает это очень здорово потому что всей семьей всяко лучше чем одному мы наверное передаем тебе в руки нашего редактора ты получишь свой желанный приз давай пока а я предлагаю следом следующий вопрос задать потому что позвонок раздался очень быстро да очень очень среагировали как-то такой среди наших молодцы вообще миша интересно озвучишь следующий вопрос у тебя есть подготовлен давайте из-за чего возникло название коньки из-за чего возникло название коньки такой интересный вопрос потому что на коньках я думаю катается многие а название знают не ну не все так давайте уточню из-за чего то есть ввиду каких-то обстоятельств или мы имеем ввиду происхождение слова коньки от от какого слова оно произошло тут нужно будет из-за обстоятельства а то есть какое-то обстоятельство было историю история была события какое-то было да а ну хорошо все не будем уже не будем запутывать наших слушателей давайте наверное продолжим разговор и у меня с одного вопрос к сергею сергей вот смотрите что подтолкнуло зои или вот вы повлияли на ее решение или она сама там захотела как-то встать на коньки но мне кажется в таком маленьком возрасте конечно я не знаю ну я уже говорил что мы пошли за компанию то есть мы не стали себе абсолютно никаких таких целей там стать чемпионами или абсолютно было простое желание научиться кататься на коньках составите компанию сестре и вот это послужило началом того чтобы сейчас но признайтесь что то обстоятельства что кировская школа фигурного катания в общем-то на хорошем счету наверно тоже сыграла прав я не прав да конечно уважаемые соведущие вы знаете на наших кировских фигуристов я знаю что считается что кировские фигуристы и очень способны и что там одни из самых красивых движений но вот если честно я за этим не так слежу чтобы прям знать наших фигуристов фигуристов оксана домнина ну что оксана домнина слышали что-то за странное имя какой-то вопрос возникает и у нас кстати есть ответ да звонок давайте привет привет как тебя зовут представься пожалуйста века века смотри ты вот заболела вчера за нашу команду да болела ты большая молодец потому что ну поддержка важна и сегодня как ты знаешь у нас прозвучал вопрос и я думаю ты знаешь на него ответ и хочешь ответить слово коньки так назвали потому что раньше полозья коньков украшали фигурками коней это абсолютно правильно а можешь поподробнее рассказать или ты просто или ты просто прочитал что вы украшали но миша и конечно же века молодцы века мы тебе передаем нашему редактору ты получишь свой приз удачи миш расспроси пожалуйста вот мальчик с мальчиком сейчас с ним и пообщайтесь поподробнее как он пришел фигурного катания его тоже туда просто так отдали чтобы не болтался нигде или и других массу тебя вопросов конечно вот где а вот когда я смотрел ваше выступление то ты поддерживал зою как это вообще больно нет когда те коньком наступают на коню не это вообще не больно я уже привык угрозы отрезать пальцы нет нет ну все-таки поподробнее бы хотелось я думаю там довольно толстое покрытие раз уж у нас мужской разговор дим да мужчина сила должен партнершу поддерживать не уронить ни в коем разе ведь тут тоже наверное тренировки отдельные нужны и важны расскажи пожалуйста они как ты свою силу нарабатываешь я дома качаюсь как поподробнее что берешь руки отжимаюсь там подтягиваюсь это эти обязательные условия для мальчика фигуриста да обязательно нужно развиваться были такие случаи когда вот ты держишь свою партнершу зою и прямо тоже думаешь господи еще секунды еще две я ее точно уроню пусть этот момент побыстрее закончится вы бывает такой нет нет не бывает ну или все-таки тренеры наверное учитывает что ребята еще юные да и вот на продолжительное время такие силовые какие-то элементы не даются учитывается да сергей подскажите конечно правилами предусмотрены элементы которые ну по мере роста мастерства спортсменов добавляются в программу сложные элементы для детей вообще запрещены и поэтому каждый вот свой возрастной свою программу они включают элементы которые могут делать и безопасны для здоровья спортсмен но если успешно продолжать этим заниматься то элемент становится сложнее сложнее ну я думаю зоя здесь более расскажет подробно как оцениваются элементы как они по степени сложности варьируются за тебе словом ну у каждого элемента есть уровень и в каждом разряде есть максимальный уровень так но до которого может быть сложность оценки элементов зависит от сложности и они все распределяются по уровню ну вот например возьмем тот же самый тулуп назван можно на этом конкретном примере рассмотреть его сложности он бывает двойной насколько я помню тройной четверной да то есть двойной тройной четверной это количество оборот оборотов которые делает спортсмен во время собственного исполнения прыжка вот продолжай чем больше оборотов тем более сложнее прыжок если даже если четверной прыжок и он сделан не чисто то за него дадут но меньше чем за чистый прыжок четверной а можно рассказать поподробнее о больной системе которая сейчас существует фигурном катании там сколько баллов начисляется за что но всегда по основному но насколько максимальный балл можно получить но сейчас новых правилах 5 баллов 5 баллов как в школе пятибольная система дает ведущая у нас заснули нет вы не заснули у меня вот есть небольшой во первых вопрос к зое и вопрос к слушателям у нас еще потом будет вот зоя и дима вот вам не страшно падать например что такое чувствовать падение ты уже понимаешь что ты падаешь например ну если вот первый раз когда падаешь может немножко больно но потом все равно привыкается и уже ну не больно просто не страшно или не страшно ну нет не страшно но бывают падения в которых больно но ну редко да редко у нас нам хочется задать вопрос нашим слушателям держи задашь может а еще дима не задавали давай хорошо дима симонов из чего были сделаны первое лезвие я коньков да да вы слышали вопрос из чего были сделаны первые лезвия для коньков но тогда они наверное лезвиями не назывались ну возможно не этому сейчас называем так наш телефон напоминает 211 101 мы ждем вашего звонка давайте продолжим наверное разговаривать миша а вот у вас в начале выступления зая сказала то что хотите к татьяне навки а когда вот уже докатались до конца то у вас не разделились это поясним что в шоу ледниковый период дети были различные наставники да известные спортсмены фигуристы если смотрели голос там тоже да да ну по тому же принципу и можно было выбирать какому наставнику попасть так расскажите мы более подробно уже после музыкальной паузы да я думаю поговорим о шоу ледниковый период ну зайдем вы не бойтесь давайте в любые варианты хороши давайте начнем с того что наставника можно было выбирать из какого количества кандидатов из 4 из 4 так вы выбрали татьяну навк обоюдное было решение с димой или не точно нет вы не бойтесь мнение разное это наоборот хорошо мне вот интересно почему вадим пожарновка наверно сейчас вряд ли нас тоже да и вот здесь у меня вот мне вот интересно почему мнение ваши разделились и кто по каким ну вот обстоятельствам хотел попасть к одному или другому человеку не расскажи о себе ты можешь за диму не говорить дима сам за себя скажет вот почему ты именно этого наставника предпочитала просто она знает много о фигурном катании и у нее есть чему научиться многое то есть ты смотрела например шоу или вы знаешь о ней что такое что вот хотелось к ней попасть потому что она знает больше да тебе хотелось больше узнать дим давай ты тоже не бойся а вот ты кому хотел попасть вот я не знаю например я забыл просто фамилию одного наставника и выбрал наугад наугад вообще не знал фамилию этого нет специалиста нет ты просто наугад такой так я бы я не знаю я думаю это он да нет он просто хорошо запомнил фамилию илья авербух так как он забыл наставником того наставника которого можно было выбирать он просто давайте это высказывать да давайте почему бы и нет у нас у нас подходит середина часа может мы сделаем музыкальную паузу я думаю да у нас будет звучать песня можно поподробнее ребят расскажите сейчас буквально нескольких словах представьте что это сейчас будет звучать из композиции зоя это будет вальс из фильма мой ласковый нежный зверь джульетта да как я понимаю вальс или как он называется это рома это из второго танца первая программа это сейчас будет или вторая так давайте послушаем а потом обсудим что мы услышали да давайте это рома удилет там 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И она просто красивая музыка Да, такая хорошая, лиричная Ромео и Джульетта, как прозвучала Ну, с вами-то согласовывали? Да Вот нашла, вот послушайте, ребят Будете под это танцевать? Нет, она просто подобрала и поставила И начали ставить танец Ну, вы не сопротивлялись, в общем Дим, ты не сопротивлялся? Нет Ну, и, соответственно, во время выступления Вы были одеты в костюмы Было понятно, что это Ромео и Джульетта Кстати, ведь костюмы-то у нас сегодня здесь Да Но я перед этим хочу сказать, что у нас прозвучал вопрос Был про коньки Какие, ну, из чего были сделаны первые лезвия Как мы их сейчас называем для коньков Телефон наш 211-101, мы напоминаем Ну, и давайте тогда вернемся к костюмам У нас на заднем фоне висят костюмы и ребят С правой стороны от нас это мужские костюмы А с левой стороны женские Вы скажите, какие красивые, ну, какие более красивые для вас костюмы? Давайте, не стесняйтесь, можно говорить Мои Зоя, есть ли любимая вещь из представленных трех твоих платьев? Вот белое платье Белое, в середине в которой все, да? Оно было представлено, ну вот На кастинге Ну да, на кастинге Выступление ребят под вальс из «Мой ласковый...» Мой ласковый нежный зверь Вот, очень красивые костюмы Вот там белая рубашка тоже висит Это Дима И платье Зои Очень красивые, такие нежные Вот расскажите, где вы брали костюмы о создании какой-нибудь, не знаю Почему вы брали именно эти? Ну, нам шила швея их То есть, это не покупные вещи, это все на заказ сделано Внимание Уважаемые ребята Все не просто так Слушатели, открывашки Профессиональные спортсмены заказывают для себя, да Одежду Не покупают ее Так, Зоя, продолжай И мама согласовывает с тренером, ну, что нужно Надо ли стразы делать И потом мы приходим к швею и все рассказываем Она шьет, как сказали А вот мерочки снимаются? Да, мерки, да Обязательно все это обмеряется лентой То есть, это прям персональные костюмы То есть, это не берешь в магазин, заходишь там Так, вот это мой размер, он вроде белый, берем Тут что-то немножко висит Ничего потолстею на пару килограммов Нормально будет Или похудею надо Да У вас вот костюмы Вот я знаю вот эти два костюма А вот этот вот костюм Вот первый раз, если честно, вижу Такой, описываю, желтый костюм с Желтой ленточкой И фиолетовой елочкой Это фиолетовый, да, молодец И у него еще стразики висят Очень много стразиков Расскажите, что это за костюм, где он фигурировал Это костюм на танец марш Как? Марш Марш Он довольно, ну вот, выделяется Потому что он очень хорошо украшен У него такая пышная юбка с подкладом И вот я не понимаю Какой мужской костюм к нему должен был? Это на вальс Это на вальс, понятно Вот этот вот Вот этот Такой же То есть, понятно А Там еще пиджак, наверное, должен быть, да? Нет Я помню, что вот просто Черный низ Белый верх Нет, просто Черная штона и ее рубашка А, понятно Строгая, в общем-то Да, да Такая школьная форма, можно так сказать Дима, ну ты-то поподробнее расскажи о своих костюмах Ты тоже заказываешь, тоже, да? У специального мастера А сколько у вас вообще в гардеробе костюмов тоже накопилось? Ну, примерно Не обязательно точное число Больше десяти, меньше десяти? Больше Тогда следующий вопрос Больше двадцати или меньше двадцати? Меньше двадцати Как часто вообще новый костюм шьется? Как готовится новая программа, да? Да И в этом году будет новые обязательные танцы И на них тоже надо шить другие костюмы Это обязательное условие, что новый номер, новый костюм должен быть? Да, конечно Платье и костюм это основной, один из главных элементов вообще танца Он должен соответствовать образу, музыке Потому что это составляющая, неотъемлемая часть За костюм вообще оценка ставится? Или такой оценки вот отдельно нет? Но это все входит в понятие, ну не знаю, артистизм там Ну, тут не оценивается То есть главное, что вы делаете? А костюм просто дополнение, чтобы образ создавался, да? Да Ну они смотрят, конечно, на костюм, но за это не ставят ничего То есть просто, да? За это снимают, если костюмы сделаны? Да, если он, если есть открытые места, может, если много их очень, то за это может снять баллы У партнера вообще Некая строгость должна присутствовать во внешнем облике Миш, спроси про стоимость костюма А вот вообще, сколько обходится вот это выступление, это вот один костюм вот Сколько вообще обходится? Чтобы сшить одежку спортивную, сколько это все стоит, расскажите? Я не знаю, сколько А, ну к родителям, естественно, вопрос, да, Сергей Стоимость разная Я могу только какие-то рамки задать То есть это от 20 тысяч и там до 50-60 тысяч Один костюм Да, одно платье Подождите, только одно платье, да? До ведущих программ открывашка дошло Нет, подождите, вроде бы, как бы, то есть, эта ткань так дорога, получается, стоит Это все, работа, фурнитура и так далее Да, надо стразы и ткани и работа Боже, господи, как же это трудно все Дим, напомни, ой, Миш, напомни, пожалуйста, вопрос, который ты задавал И, наверное, уже нужно дать ему ответ На него ответ, и ты пояснишь, что к чему, и мы будем переходить к следующему вопросу Это Дима задавал про коньки, да А, Дима задавал вопрос Да У нас из чего были сделаны первые коньки, но поскольку никто не отвечает Давайте ответим сейчас на этот вопрос и будем задавать следующие Миш, что ты говоришь? У первых коньков лезвий не было, они сами полностью состояли Да? Дима, а ты что по этому поводу думаешь? Мне сказали ответ Да Они были сделаны прямо из костей животных Из костей животных, вот так вот Вот катались на корове какой-нибудь такой, да? 200? Брали косточку и делали ее острой более Это было в незапамятные времена, когда многие вещи делались из костей, добытых, так скажем, человеком животных Ножи делались из костей, да? Какие-то предметы, ухо-мутвари делались из костей Ну вот, это уже потом стали появляться какие-то с добавлением железа, потом полностью железные, вот дошли Тут, наверное, уже фантазия некая пошла Ну да, фантазия некая, хорошо Как соединить кости железа, просто не представляю Да-да-да, ладно, неважно Главное, что у нас в студии находятся коньки Это Зои, как я понимаю, коньки, да? Вот откуда они? Мне интересно просто Мы их купили в Москве А для какого? Давайте опишем сначала их, вот как они выглядят Белого цвета Да Понятно, что девчачьи Ой, у меня были коньки, они вообще смехом были, так что как бы непринципиально Вот эти коньки, ты их для выступления какого-то покупала или просто потому, что те коньки вышли из строя какие-то? Нет, просто те коньки стали малы и надо, ну, на каждый сезон покупать новые коньки Сейчас у нас в студии находятся два просто белоснежные, ну, были когда-то белоснежные коньки Хотя сейчас они хорошие формы Они на шнуровке Зои, покажи На липучках коньков не бывает Мечты, мечты, да О, Господи, белый чехол Натуральная кожа, белая, каблучок, всё Очень изящные коньки Расскажите, для тех, кто ещё никогда не держал в руках коньки, ещё только готовится, возможно, встать на них и покататься Из каких основных частей коньки состоят? Дим, расскажи Из лезвия То есть это вот металлическая часть, которая только наскользит непосредственно, да? Да, лезвие и ботинка Как подбираются коньки? Размер в размер или всё-таки нужно учитывать? Надо побольше Побольше А для чего? Запас был, чтобы... Да У меня такой вопрос У меня есть две подруги, они занимаются не фигурным катанием, а конкобежка И у них такие тяжёлые, массивные коньки Реалитетные, старые Или у кого-то вообще новое, но они тоже весят, господи, как будто бы 10 килограмм поднимаешь Тебя прямо очень тяжело Вот смотрите, у вас они полегче или в чём разница? Вот знаете? Да, конечно знаю Они полегче Ну Я как человек, начинавший ездить в детстве именно на беговых коньках Я-то знаю, чем отличаются они У них лезвие длинное очень И У конькобежных У них отрываются они даже То есть они отделяются? Они не стационарные А, всё, я поняла Так, то есть они полегче и они подлиннее, да? Ну и сам ботинок Другой вообще Сейчас позвонят какие-то люди, которые прекрасно катаются на коньках и скажут Да нет же У нас вопросы здесь следующие с коньками связаны, да? Давайте зададим его 211, 101 Зоя? Давай Чем отличаются танцевальные коньки от одиночных? Вот это поворот, я даже не знаю, что это Вот чем и лезвие, и ботинки отличаются всё вместе Лезвие тоже отличаются Давайте поясним, танцевальные и одиночные То есть мы имеем в виду Одиночные Одиночных спортсменов, которые выступают они на одних коньках Да А когда пара, у них коньки другие Да Может быть, неси ясность прыжковая, как бы коньки, в которых можно прыгать, от тех коньков, в которых танцуют А на каких можно прыгать? На одиночных На одиночных, понятно Это чтобы не запутать В общем, одиночные коньки, на них можно прыгать Чем они отличаются от тех коньков, которые используют выступающие в паре спортсмены? Давайте про коньки ещё поподробнее Я таки не понял Дима, а почему нужно выбирать всегда коньки на размерчик побольше? Ну, потому что они очень дорого стоят Запас, чтобы потом вырастить нога, да? Не, я думал, может, там шестяной носочек какой-нибудь надеётся Да, кстати, вот насчёт этого вам не холодно, когда вы катаетесь, или там тепло? Я вообще в футболке катаюсь Ну, ты молодец вообще У него поверх этой футболки кофта, и когда жарко становится, он снимает кофту Сколько коньков у спортсмена должно быть? Два Ну, нет, пару я имею в виду Одни? Да Одни и те, которые на тренировку И те, которые на тренировку, и те, которые на выступление Это одни коньки, да, всегда И по размеру, по возрасту они подбираются Нет, я просто думал, может, есть запас у фигуристов А, то есть 20 коньков такие, я сегодня беру синие, а завтра зелёное Это совершенно не так, потому что для фигуриста с этими коньками, ну, как сказать, он чуть не спит в этих коньках Это одна пара, он к ним привыкает, потому что, когда покупаются новые коньки Первое время даже элементы, ну, не получаются Неудобно, да? Неудобно, да, неудобно, всё что-то мешает Нужно какое-то время, чтобы к этим конькам привыкнуть У спортсмена всегда одна пара, но потом появляется другая, и так вот одновременно одна пара У нас остаётся, я смотрю, так, вам часы, у вас перед вами часы сколько? У нас 10-44 10 минут, слушайте, мы Нет, почему? 10-44 А, ну у нас 10 минут остаётся, да Слушайте, мы вот как-то всё вскользь упоминаем Ледниковый период, дети, наставники, навка Давайте об этом поподробнее поговорим Как ребята вообще туда попали? Миш, давай, продолжай Вопросы твои по поводу шоу на первом канале Когда я вот смотрела повтор, то там было, что Дмитрий хочет идти к Авербуху, а Зоя к Навке И вот ведущий сказал, и поэтому с ребятами работает Максим Тройков То есть третий вариант был выбор Да Ну тебе интересно, как вообще ребята-то попали на шоу? Ну это да Спроси, пожалуйста А как вы попали? На шоу, да Ну, там был, ну, отбор, и на нас смотрели И... Не-не-не, давайте вообще сначала начнём С самого начала, да Как вы узнали о том, что можно туда попасть, выступить? То есть, возможно, вы катались, занимались себе, и вам сказали Так, вы хорошо катаетесь, вы идёте Или как это было? Мы даже не знали, что, ну, есть такое, мы просто, ну, ходили, обычно тренировались И потом нам сказали, что там через неделю вы идёте на этот проект Как всё просто, да, выучили Ты кто сказал? Кто так? Ну, тренер А тренер у нас кто? Садырина Екатерина Анатольевна Ваш тренер непосредственно здесь, в Кирове, да? Да Ну, она сейчас в Нижнем Новгороде, у неё сборы А, ну, понятно Нет, то есть, вот, именно было так, вы пойдёте на этот проект Или было так Ребята, тут вот есть программа на Первом канале, есть возможность поучаствовать Хотите? Нам предложили, да А, предложили всё-таки А то уж, я думал, в приказном порядке, так, на Первый канал Многие только об этом мечтать могут Студия Мосфильм Живо, давайте Ну, Дим, подхватывай свою партнёшу Как вы отреагировали на это предложение? Шок Я немножко помогу Да, Сергей Может, ребята даже всего и не знают Пара катается на хорошем уровне И для проекта со всей страны подбирали для кастинга участников Для того, чтобы достойно, достойно выглядеть на экране с номерами В том числе было сделано предложение нам Мы отправили видео выступлений Значит, предварительно они посмотрели, ознакомились и подтвердили Что нам всё нравится Приглашаем вас на кастинг Видео записывали специально? Или это были съёмки выступлений предыдущих на каких-то соревнованиях? Да, мы отправили съёмку с Будапешта С турнира в Будапеште С произвольного танца Поэтому они всё посмотрели Сказали, да, нам нравится Приезжайте, будем смотреть Ну, а дальше, наверное, все знают Был произвольный танец Они выступали с произвольным танцем Напомним, когда это было? Когда можно было видеть? Это было весной этого года? Это 1 апреля 1 апреля выпуск вышел Ну и дальше все уже, все всё знают Все видели, что пара понравилась Три наставника выбрали Захотели к себе ребят Ну, наши ребята пошли А там прям говорили, что это пара из Кирова Да, там город Киров Да, город Киров славится своими хорошими фигуристами Там говорили, что из Вятки сначала сказали Потом уже Киров Потом снова Вятки Ихлынов-то не упоминали? Нет, Ихлынов вообще не дошли Я уже боялась, что Ихлынов там скажут Но остановились на Кирове К счастью Да, к счастью Говорили, что у нас очень хорошие фигуристы Что девочки очень красивые сказали То есть Ну Объявили же как-то И тянут выход Но это я смотрела шоу Я не уверена Может там на выступлениях еще каких-то по-другому представляли Вот А как вас представляли на нескольких шоу И просто один текст записан Так, так, это ребята из Кирова Повторяем тот же текст, что и раньше Или как? Ну, просто Говорят Ну, на лед приглашаются И Фамилия и имя, да? Да Понятно То есть все намного проще, чем мы думали, да? Все в одной корзине такой, да Чтобы особо не выделять И сколько, получается, вы пробыли на этом проекте? Сколько дней непосредственно провели? Дим Сколько? Поближе к микрофону Ну Около месяца Около месяца Целый месяц? Ну, меньше месяца, наверное Это периодически Мы приезжали Приезжали Недели три Но Мы на еще неделю обратно в Киров ездили А А как это сказалось, прошу прощения На вашем обучении Вы же еще и школьники Ну я Точно, они же школьники Я уже представила, что только спорт и все Мне одноклассники скидывали дома А, то есть все не так просто Целую сумку тетрадей и учебников с собой брала Там делала уроки Ну, я думаю, что вы же активно участвуете В всевозможных соревнованиях И, наверное, как и у любого спортсмена Этот вопрос согласован, да, по учебе все-таки Педагоги должны идти навстречу в этом случае А, кстати, раз уж мы об этом немножко заговорили Какие оценки у вас в обычной школе? Дим Какие оценки? Я ударница Ударница Четверки-пятерки Две четверки в годовой, одна четверка в четверке Дим, а у тебя как постоят дела? У меня, ну, только Несколько четверок и все остальные тройки Тройки? Хорошо, это не основная тема нашей сегодняшней программы Это вообще не важно Да, вообще не важно Ну, есть люди, которые очень хорошо знают свое дело Но у них не лучшие оценки Времени остается не так много Зоя, я предлагаю сейчас дать ответ на вопрос Заданный тобой Чтобы мы сделали все такое открытие И запомнили Нам вообще интересно Потому что такие непонятные слова Чем же отличаются коньки, которые используют танцевальные пары И одиночники фигуристы Итак, чем они отличаются? Вот я вижу, Зоя начала расчехлять Торжественно так открывают У танцоварских коньков у них пятка под каблуком Ну, прямо вот так А у одиночных у них длиннее Ну, вот каблук, и они дальше туда лезвие проходят Это одиночное получается, да? Да, вот лезвие длиннее у одиночных коньков А у нас короче пятка Из чего сделаем вывод, что если лезвие покороче То маневрировать возможности побольше там, да? Танцевать Различные фигуры Зубцами еще отличаются Ну, я конкретно не знаю, чем зубцами, но... Но отличаются, да И задник ниже у них Точнее, у нас вот такой низкий А у танцоров прямо вот досюда Ой, у одиночников вот досюда То есть, чтобы было просто, чтобы кататься можно было, да? И это все не просто так Да, это все строго выверено Это по миллиметрам вообще, что вы думаете? Не повредно, ножки, чтобы не повредить, чтобы все было хорошо Так, я предлагаю вопрос какой-нибудь Давайте несложный зададим, а? Все-таки 211 и 101 Есть несложный миш вопрос? Давай Кто привез коньки в Россию? Боже мой, и кто же? Кто картошку привез в Россию? Кто коньки привез в Россию? Он бороды брил Нет, не он, я не уверена Может, и он, я не знаю Он город основал на Неве Сейчас вообще начнется история России Я просто хочу, чтобы нам позаводили, выиграли Он? Нет, я не знаю Честно, я не знаю Нет, я не знаю Он, 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 хорошо, все Он, да, все, он, короче Телефон 211-101 Звоните, пожалуйста, это вообще очень просто Простой вопрос, если что, я позвоню сама Времени остается немного Давайте о планах, ребят, расспросим все-таки Да, что планируете делать в будущем? Недалеком таком, но будущем Ну, мы спортивную карьеру именно К чему вы сейчас готовитесь? Не бросите ли через два года, знаете, так иногда делают Подожди, давай попорядку Мы сейчас накатываем новую программу К новому сезону К новому сезону, да? Новый сезон это что? Что он будет в себя включать? Ну, каждый год новая программа должна быть И как бы новый сезон каждый год Уровень соревнований, чтобы хотелось бы знать Вот сейчас, в котором вы будете участвовать Что это за турниры? Ну вот, папа Сергей сказал, что вы в Будапешт ездили Это что были за соревнования, как назывался? Санта-Клаус-Кап Это ежегодный в декабре месяце турнир проводится Ну, международный турнир Он международный, да? Из разных стран, опять же? Да, совершенно верно И называется он Санта-Клаус-Кап И там участвуют высокого уровня спортсмены разного возраста Тут надо пояснить для тех, кто разбирается в фигурном катании И сейчас слушает нас В предварительной беседе, Сергей, вы говорили, что ребята вот такого возраста Зоя и Дима, 9-10 лет Они пока еще не, ну как это выразится, не в массе спортсменов Они еще дети, можно так сказать У них пока нет никаких зачетов Они чуть позже будут Это называется Ноу ИСУ ИСУ это Международный федерат фигурного катания Да нет же, пап, у нас другой разряд До этого вы были вне рейтингов и вне соревновательных таблиц, где ведется рейтинг спортсмена То есть они как бы не попадают в это А сейчас это пошло А сейчас? Сейчас это уже должно, да Взрослая жизнь начинается После 10 лет В 9 лет, 10 лет взрослой жизни начинается Соня, Миша, мы продолжаем разговор Так, мы продолжаем беседовать с нашими гостями Да, мы немножечко О планах О планах, по подруге Да, мы о планах О карьере Мне вопрос Вот смотрите Очень много людей в моем возрасте начинают бросать свои увлечения Я думаю, вы, конечно, не собираетесь Но вот расскажите, что вот будет У нас немного времени Парочки слов Минутка буквально у нас Полторы минутки Три минуты у нас Хорошо, три минуты Звукорежиссер подсказывает Это не так сложно Буквально Вот Немного слов Например, я Долго довольно занималась лошадьми И боевым искусством В итоге Плюнула На все бросила Чем, чем, чем? Боевыми искусствами С лошадьми? Нет, нет И лошадь Ну, спортом и боевым искусством А, отдельно имею Да, нет, конечно Вместе Да, да, да Вот скажите мне Вот вообще Вы хотите этим дальше заниматься? Да То есть вы будете упорно тренироваться Чтобы добиться лучших Еще более результатов, да? Это просто прекрасно Это хорошее увлечение И стремление Ну вот Я не знаю, что еще добавить А раз уж вы взрослеете Да, вот сейчас мы выяснили Что все-таки оценки ваши Уже так все по-серьезному начинается А вот основную цель, которую вы перед собой ставите Зоя, Дим Победить, не знаю, на Олимпиаде Победить на чемпионате Европы Мира Или пока нет Вселенной Нет вот таких четких плавок Меня интересует как раз конкретика Вот к чему вы идете К чему бы хотелось Ну вот просто Дальше заниматься в паре Сейчас можно не стесняться Сейчас можно не стесняться Никто там вас не осудит Не боится ничего Это для нас просто И для наших дорогих Мечта озвученная Она воплотится обязательно Так что загадывайте Дим Дима такой думает Давай Зоя подумает А я глядя на тебя Понимаю, что у тебя-то что-то есть там конкретно Ну Чемпионом мира хотел бы стать Да Чемпионом олимпийских игр Хотел бы В паре? Вместе В паре В паре Поэтому выяснили уже хорошо Зой Ну Я думаю, что ты тоже не будешь вставать Раз Дима собрался в паре Олимпиаду То лучше вместе Выигрывать в паре вместе с тобой Это прекрасная мечта Я думаю, ваша мечта обязательно сбудется Все в ваших руках Нужно тренироваться А когда, кстати, у вас соревнования ближайшие Да, вот Санта-Клаус вы сказали В октябре Обычно сезон начинается в сентябре Первое соревнование в конце сентября В начале октября И потом в течение года они идут с периодичностью раз в месяц Сколько времени нужно для того, чтобы новую программу подготовить? Ну, несколько дней С нуля Вот начали катать и когда уже готовы выступать? Ну, надо... Ну, сколько? Ну, все лето Несколько месяцев Все лето-то надо накатывать Все лето То есть три месяца минимум Ну, и можно сентябрь тоже Четыре месяца получается, да? Это очень хороший разговор К сожалению, наша открывашка не вечная И она, к сожалению, подходит к концу Открывашка-то вечная как раз Ну, она вечная, но по времени, да, должна прерваться Ответ на вопрос давай дадим быстро Да, быстренький Петр Алексеевич? Петр Первый Петр Алексеевич, все Петр Алексеевич, так, это хороший ответ на вопрос Мы, ну, все мы сегодня узнали что-то новое Наша программа, к сожалению, подходит к концу Еще раз напомним Да, с вами были Зоя Пестова, Дмитрий Симонов, Сергей Пестов Наш коллега Владимир Сметанин А также мы, Софья Занько и Миша Летун Спасибо, всем хорошего дня Спасибо, удачи вам, ребят До свидания Спасибо Спасибо, удачи вам, ребят